здравствуйте друзья вот вопросец хотелось бы услышать ваше мнение о будущем тестирования вот 20 лет последние спрашиваю часто читаю статьи на различных айти ресурсах на эту тему и мнение разнятся от того что тестировщик как профессия вымрет это один значит спектр ручной в частности до того что тестировщики переродятся во что то нечто иное более продвинутое тут речь скорее об автоматизаторах которые выйдут на новый уровень автоматизаторы еще на какой-то уровень выйдут ну что же значит он читает вот разные издания люди пишут разные мнения дай им бог здоровья хотя слава богу что есть люди с разными мнениями никто их не сажает не арестовывает и не сжигает на кострах как было относительно недавно так что мы живем в хорошем таком мире добрым имеешь мнение пожалуйста пошел высказал в чем прелесть этого всего в том что каждый из этих людей по-своему прав но по-своему мне вот знаете вчера что ли позавчера не помню на днях какой-то человек пишет вот я живу там в каком-то городе говорит он а он записался в онлайн новый класс у нас 10 мая новый класс начинает он записался в онлайн и класс и он пишет я вот читаю там объявление и 90 процентов рынка говорит он требуется знание там языков программирования там еще чего-то еще чудо и как же вот быть я ему говорю так ведь 10 процентов рынка то это это же чудовищно много но вот в описании что за месяц там выходит 500 позиций и вот есть 50 например которые твои за месяц 50 а за второй месяц еще 50 и это твое и никто у тебя не отнимает но то есть а почему тебе за что хочешь сто процентов рынка ты хоть сколько ты процентов рынка хочешь чтобы было твое если тебе нужна одна позиция вообще никакой процент тебе минуте нужно тысячная доля процента сколько ты процентов хочешь чтобы чувствовать себя уверенно хотел бы я знать очень очень интересно вот поэтому безусловно тенденция тенденция в найме ну и в практике тестирования такова что тестировщик тестер становится все более и более технически продвинутым человек это правда то есть скажем так процент людей среди тех кто занят в тестировании я не говорю потому что то что я в объявлениях напишут это в очень сильной степени не соответствует реальности но вот то что в занятости процент тестировщиков которые что-то могут там закодировать но по мелочи не дай бог чтобы там что-то такое этот процент время растет если мы например посмотрим 20 лет назад чего от тестировщика ожидали но уж меньше всего от него ожидали что он что-то там напишет носи там или на наперли пока зачем знаете сейчас они хотят чтобы он чего-то мог такое там написать не то чтобы это было сильно надо вот как ни странно значит рынок в моей такой оценки грубой если вы меня спросите я бы сказал так что рынок делится сегодня на три части значит одна часть это 20 процентов это такой стрейт форвард такой ручное тестирование то есть они говорят у нас ручное и у них таки да ручно еще 20 процентов на другом конце значит этого диапазона это такое стрейт форвард атомы они говорят нас это мыши и у них таки да там еще но вот ну правда там фреймворки писать надо там на каком-нибудь язычке там будет руби пайтон там я не знаю у кого что джава а тут значит 60 процентов между ними это спонтом а там еще не там еще но спонтом что это значит такие надутые щеки и говорят у нас вообще мы хотим чтобы там еще люди знали он а у него нет и твое мать это мышиными а потом берут тебя и делали делаешь ты ручное тестирование прохождение интервью бывает разным то есть где-то они просто написали и даже не спросили ничего во время интервью где-то они строго спросили а ты можешь а как же ну ладно тогда вот где-то они говорят а вот тебе там массив пересортировать задачка там как будешь решать зависит как бы сложность прохождение интервью варьируется но в целом они платят мало денег но относительно автоматического но если тебе платят 30 долларов ты можешь написать что тебе нужен программист десятью годами опыта в целом 30 долларов значит каждый кто скажет я программист десятью годами опыта значит тот будет знаете есть такой анекдот как приходит клиент такой капризный в бордель и говорит там на ресепшн говорит мне гайзнайте школьницу вот буквально школьницу нежное такое создание школьницу мне ну это значит там звонит там начальнице писать из вращения пришел школьницу мы подавай так это погоди говорит сам теньюрку пришлем значит приходит такая прокуренная оторва значит и гает чё там гд в пятом номере год школьницы мы подавать начало значит окурок смолит идет туда тыр в дверь она закрытая ногой фига фига кто-то в двери гает открывать твою мать школу опаздываю поэтому если ты будешь кричать в школу опаздываю так уже вроде как и школьница то же самое гаджау а ты говоришь фига туда джава открывает сейчас джава запустить не могу пока дверь закрыт вот на этом уровне все происходит поэтому есть люди которые действительно работают в таких местах где сплошной automation но что происходит дальше дальше они видят какую-то микроскопическую часть рынка вот он работает в компании он может быть работал в двух компаниях он может быть очень синер чувак очень синер он делал сложные какие-то задачи ему даже в голову не приходит ему что бывают задачи простые его никто никогда не спрашивал там может ли это сделать там она не нужно это но есть задачи простые тоже просто если которые не не подозревают о существовании простых задач есть люди которые не подозревают о существовании сложных им никто никогда не предлагал они не как-то они не в курсе да что там говорить у нас был случай вам расскажу это было давно-давно где-нибудь году девяносто пятом шестом у нас был преподаватель серёжа его звали начнет серёжа искал очередную работу в это же время мы подпроизводили выпускников и такое было время прикольное когда свежий выпускник мог с преподавателем столкнуться на интервью на ту же самую позицию вот такое было время интересно сейчас такого не происходит но менеджер спрашивает это серёж первый был там где-то ему говорят сколько тебе нужно времени чтобы автоматизировать первый тест кейс написать 1 автоматический тест кейс а он же он программистом был он серьезный такой парень и он мыслит категориями проектов он думает надо фреймворк сделать там структуру инфраструктур там все дела exceptions прописать там он говорит но месяц нужно да этот год а сколько ты год вот хочешь то время зарплаты были не такие как сейчас ну там 50 долларов час где ты по рукам тут все спасибо таки давай после него приходит наш выпускник свежий вот он только там и менеджер ему говорит сколько тебе нужно времени чтобы сделать первый тест кейс автоматизировать тот мыслит категориями рекординга ну то есть сделал рукой записал запустил ну только насколько ну пять минут уже сколько нужно на один тест кейс тот говорит ему ну хорошо это а сколько ты хочешь ну 35 30 долларов доните китарма и тот ему говорит менеджер и царешки тут один ходил бы лохматый с бородой так он ведь ему месяц нужен на первый тест кейс и 50 долларов хочет представляешь какие люди бывают вот поэтому что я хочу сказать разные люди у них разная перспектива один смотрит на это из одного окошка другой смотрит на это из-за другого окошка один смотря из своего окошка представляет что окошек разных много у него big picture он видит понимаете а другой кроме своего окошка который еще на самом деле там где-то из полу подвала торчит там то есть вообще ничего не видно даже он 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 думает что вот его окошко есть и больше других нет значит это очень типично для человека вообще очень свойственно считать что если он что-то не видел то его и в природе нет есть такая шутка старая дамы если 6 сказать человеку что на небе там 2 миллиарда 250 миллионов 366 тысяч восемьдесят четыре звезды так он верит а на заборе напиши покрашена он подойдет и пальцем начинает трогать вот тоже самое поэтому не знает он вот он знает то что знает думает что знает весь мир поэтому вы смотрите на много разных авторов которые в разных местах чего-то пишут и каждый из них что-то свое видит все то что вот там было сказано об этом что там было скажем так вот ручной тестер вымрет тестировщики переродятся в нечто более продвинутое скорее всего автоматизаторы выйдут на новый уровень и так далее вот это я слышу с девяносто четвертого года с первого дня как существовала существует наша школа с первого дня были люди которые вот это все говорили они еще говорили что его сорсинг все идет в индию роботы гад будет потом вместо людей делать потом еще что-то я все это слышу последние 20 лет вот больше 20 лет и и я хочу сказать что в том смысле в каком люди находить находили и продолжают находить первую работу там на 25 на 30 долларов в час ручным тестером без всяких вот этих вот там при бабахов вот как находили так и находят вот и все другое дело что если 20 лет назад он мог 10 лет после этого прекрасно себя чувствовать так так и не начав ничего не кодировать не автоматизировать ничего такого но сейчас ему так не получится поэтому если человек ищет себе такую вселенскую халяву где на три копейки там подшустрил и дальше только сиди там и греби совковой лопатой вот это дело заканчивается вот это дело заканчивать а если ты готов пахать стараться радоваться жизни разбираться в новом если ты реально хочешь быть частью динамичной самый можно сказать динамичной индустрии вообще на этом свете и так далее вперед ты не обязательно должен узнать там какой-нибудь си для того чтобы начать работать и получать на см 30 долларов или там джаву или там перл там не знаю что но ну ну ты должен сказать себе я начну работу и и там посмотрю чего там у меня на работе происходит и вот там начну вот это вот начну изучать чё надо для работы но кому перл кому си кому там какой-нибудь селениум там я не знаю с чем с маслом вот но обязательно надо как же такое мое понимание всех этих безобразий все ребята счастливо и хотелось бы услышать через 20 лет чего там будут рассказывать про автоматизацию тестирования мне это напоминает я не помню кто это был создаков щедрин что ли кто там был говорят что спросите меня вот услу через 100 лет да и там спросите меня просну через туалет спросите меня что происходит в россии это я скажу что пьют и воруют и что что правда вот на 100 лет прошло так вот и происходит вот я думаю произбудите меня через там ну 20 через не через то я не решаю сказать вот как там в тестировании там умерли уже все ручные тестеры нет но но кто-то же должен это делать но кто-то же должен взять вот там какие-то железяки например и я узнаю мужика у меня полный багажник там этих вот устройств он ездит всюду и ему надо в разных условиях проверять там через разных провайдеров как разные системы там при сигнал принимать но кто-то же должен это делать я не знаю как вы это автоматизируете я пока не вижу поэтому определенный объем ручного тестирования абсолютно неизбежен и ничем не заменим и нет смысла его автоматизировать никак поэтому я бы так сказал счастливо